Здравствуйте! Добро пожаловать в Новосибирск! Приглашаем вас сегодня мы прикоснуться к российской волейбольной суперлиге. Напомню, два шага буквально остаются сегодняшним соперником до выхода в плей-офф чемпионата. Сегодня мы перенесемся с вами, получается, в прошлое в большей степени, потому что матч, который будем наблюдать, это матч, перенесенный из-за коронавируса, вот на сегодняшнее число. И команда сыграет два матча подряд, буквально сегодня, послезавтра, здесь на площадке Локомотив-арена. Сегодня Локомотив из Новосибирска принимает гостей из Нижневартовска, Югра Самотлор. В турнирные таблицы команды все-таки разделяют определенные места. У Локомотива шестое место, у Самотлора девятая позиция. Обе команды сейчас, что говорится, не на свежаке, да, а под нагрузкой. И здесь посмотрим, какую игру именно в физическом состоянии покажут лидеры своих команд. Но я не думаю, что команда Самотлора, и в том числе команда Локомотива, в прям загруженном состоянии, но имеет место быть такой фактор. Папазов сейчас на подаче. Напомню, у него была реализация в одном сете более пяти мячей. Но сейчас очков я имею в виду набранных, да? И еще одна подача, очень мощная она оказывается. Да, Дражин действительно в этом элементе достаточно силен. И это отражает цифры по статистике, которые предоставляют нам воли сервис. Опять же, здесь какой момент? Очень большой шаг в этом компоненте сделала вся команда Локомотив. Многие команды отмечают, что когда у Локомотива летит подача, то очень сложно с ними что-то противодействовать. И он на подаче. Очень необычная у него подача. Как видим мы на картинке, что она в силовой такой манере. Но сам высокий футболист. И здесь и высота, и немножко нестандартная техника. Локомотив по-прежнему на шестом месте в чемпионате. За два матча до завершения регулярки. У Лока 15 побед. И 9 поражений. 47 очков. Шансов забраться чуть выше по турнирной лестнице у команды Пламена Константинова. Но очень призрачные, да? Вот так согласимся. Там все-таки нужно, чтобы и Зенит питерский, и Факел проиграли на домашней арене. Оба играют. Проиграли причем Белогорью. Факел играет против Белогорья, да? А Зенит играет с Сургутом. Газпром. Ну, как говорят многие болельщики, и мы в том числе подтвердим, мяч круглый, поэтому, когда уже матч закончится, будем подводить итоги и распределение мест после предварительного этапа. Ну и гости на подачу в данный момент. И Савин мяч перебрасывает, довольно элегантно завершает эту атаку. КТ, вроде бы, у Верного весьма такая неприятная подача. Ну, здесь обращу ваше внимание, что Константин Абаев повторил выбор своего нападающего. Я имею в виду предыдущий розыгрыш, когда Савин не забил и дал возможность реабилитироваться. Безруков. Гол сейчас на подаче. Опять сброс. Уже мы сегодня много видели сбросов со стороны. Локомотива часто мяч перебрасывает. И Луборич тоже. Вот силовая в данный момент не проходит. И вперед выходит самотвор. Пламин Константинов. Весна задумчив. Я понимаю, что, может быть, мысли уже о плей-офф. Но здесь такая вот дилемма, да, получается. И эти матчи нужно завершить здорово, да. И команду подвести к плей-офф. Тем более, что все-таки от Локомотива ждут после чемпионского сезона прошлого года, да, попадания в финал шести. Примерно представляем пары, которые будут между собой играть. На деле посмотрим уже 20-го числа. Да, посмотрим. Куркаев был на подаче. И гости уже перебрасывают. Чербинин здесь здорово играет. Еще один переброс. Много сегодня европейского волейбола, да, братья внимание. Эти перебросы туда-сюда. О, какая подача удается, да. Классная подача-то. Вот то, о чем я и говорил. Очень непредсказуемая траектория с большой высоты. И мы видели, что Кирилл Пион вот предыдущую свою подачу подал именно в этом направлении. Стык 5-6. А то, что местонахождение Мартанюка, вот как мы видим, сейчас под заднюю линию подача полетела. И классная подача, опять силовая. И тяжело пришлось Новосибирску. И сейчас фантастическим образом Абаев просто спасает, может быть, даже вполне возможно, и первую партию для Локомотива. Ну и Марка Ювич на подачу. Мы сегодня хотели бы тоже его увидеть. Марка Ювич я отмечал уже неоднократно в наших трансляциях. Именно по ходу февраля очень здорово прибавил на подачах. Хорош стал еще и в нападении, и в приеме, но и так далее. Здесь касание было сетки, но не блока. Следовательно, ошибаются волейболисты Локомотива. 22-21 Локомотив ведет, но на подачу получаются гости. Сетбол у хозяев в первом сете. Богачев на подаче. Да, Егор Богачев на подаче. В приеме там Мартынюк. И Пайп такой красивый. Пайп такой размашистый. Заряжает Ивович на подаче сейчас у Локомотива. Первый сет был за хозяевами. Напомню еще раз. 25-22. И продолжаем наблюдать за этой встречей. И остается, кстати, смотря, обрати внимание, да, остается на площадке 13-й номер. Да, 13-й, показалось, 23-й все-таки. Это я чуть-чуть поспешил. И Пайп опять же. Опять же, Пайп, да. Ты уже неоднократно сегодня подчеркивал, что раз за разом наигрывает Марка Ивовича на Пайп. 4-4. Равный счет. Ну, в принципе, эту же картину видели мы с тобой по ходу в начало, да. Получается, именно первого сета. Илья Скурхаев у нас на подаче. Маслеева нам показывает. Вот его глаза сконцентрированные. Немного так расслаблен, мне кажется, да, в большей степени Марка Ивович. Хорош Савин был сейчас в защите. Да, хотел бы отметить, что Савин сейчас немножко не в своей привычной зоне играл в защите, а именно в пятой. Там, как правило, играют либо центральные, либо либера. Да, но вот, тем не менее, очень удачное такое решение привело к положительному действию в защите. Но Марка Ивович, к сожалению, ошибся. Хорошая подача у Маслеева. Марка Ивович на приеме. И Савин сейчас ошибается в данном случае. Ну и напомню, команды подходят к этой встрече после двух побед. То есть, получается, и Локомотив победил по штуке встречи своего соперника. Это Урал со счетом 3-0. И гости тоже дома были сильнее Нефтянника. Со счетом 3-1. Неприятности Нефтянник доставил там, получается, во второй партии. Самотлору победил в 25-21. Но далее все-таки собрались Нижневартовцы. Взяли верх с третьей партии. Ну и четвертая. Она была очень затяжная. Ну и, наконец-то, эйс мы видим от Марка Ивовича. И появился Дмитрий Макаренко на площадке у Самотлора. 85-го года рождения этот молодой человек. С достаточно большим опытом во многих клубах поиграл. И, как уже отметил Денис, в Питере, в питерском «Зените». Ну, два года, да, провел в «Зените» в питерском. После, буквально, перед переходом, получается, в Самотлору еще один блок, опять же, там же, в той же самой зоне. Во второй локомотив отлавливает соперника. И Пиун, и Савин стелется. Смотри, уже не первый эс сегодня, да, в волейболиста. И 16-14. И четвертый номер Самотлора продолжает подавать. Вот у нас Алексей Родичев появляется на площадке вместо Савина. Я сегодня обращал внимание на все-таки перевязанную руку у Савина. Видел-то, да, его правую кисть. У него большой палец там забинтован. Судя по всему, именно с ним проблема. Возможно, какие-то повреждения, которые еще не дают в полной мере осуществлять движение. Ну, условно говоря, прием сверху. Болезненные ощущения. Поэтому игрок перестраховывается, и это нормально. Хорошая падача получается у Марка Иовича. Блок локомотива вроде бы играет, но все-таки блок-аут получается. Ну, вот упорно Тесевич терзается своими подачами Маслиева в том направлении. И можно еще играть. Круглов силовую выполняет Круглов. Ну, здесь, конечно, уже на удачу в большей степени, да? Либо касание ожидал Блока. 24-21, локомотив впереди. Сетбол вновь у железнодорожников. Здесь мягкая подача была. И здорово гости справляются в этом эпизоде. И опять же, вот они, пожалуйста, Маслиева подачи. И первый темп от Щербинина уже проходит. 25-22. Под копируху получаются первые две партии. 25-22. По подачам по эйсам сегодня локомотив соперника не превосходит. 4-4. Нет Луборича. Я подчеркиваю, да? Но вышел сейчас Лизик на подачу, кстати. То есть на площадку вышел Лизик. У него тоже неприятные подачи. Ну, видели мы две подачи в первой партии от Луборича. Одну от Тисевича. Были Тисевич подавал здорово второй партии. Давайте отметим, да. А в целом получается по эйсам два эйса у Луборича и еще есть один эйс у Марка Иловича. Тоже укороченная, помнишь, была там? Да, да, да. Вот она. Будем наблюдать мы за этим матчем, разумеется. И дальше неплохая подача здесь получается. Но какой железобетонный первый темп от Хуркаева. Ну, команды готовятся. Как бы мы сейчас бы и не скрывали бы это, да? Все равно понятно, что и те, и другие уже в плей-офф готовятся. Локомотив сейчас впереди 14-10. И Марка Илович начинает набирать очки именно Серб в третьей партии. Здорово себя чувствует. И сегодня Марка Илович без заменца играет. Обратите внимание, да? Да, действительно. Его-то и не меняют. Он сегодня вот моторчик такой команды. Метр девяносто четыре, но при этом здоровый выброс мяча. Хороший прыжок и хорошая была подача, но здорово вставляются гости. Напомню, остались Коваликов, Папазов, Литвиненко, Цыпков, Титов, Калиниченко, Вишневецкий и Кириллов у гостей. Ну и появляется, смотрим мы опять же, на подачи тот волейболист, который в этом сезоне терроризирует буквально всех. Своими эйсами Тражан Лубурич. У него сегодня два эйса уже были. Следовательно, опять же, мы отмечаем, что диагонального сейчас поменяли. В локомотиве. Ну и стоит отметить, что появился Александр Ткачев. Да, кстати, Ткачев вернулся после травмы. Здесь Алексей Родичев, как говорится, без вариантов. Вколачивает мяч в площадку Самотлора. С Вячеславом разбирали, опять же, статистику индивидуальную Папазова и Лубурича. И оказывается, у Папазова 33 блока в этом чемпионате, а у Лубурича всего лишь 11 блоков, да? Вот где подача вроде бы бьет, да, а блок страдает. Такой хороший мяч сейчас от Лызика. 22-22. Давайте посмотрим. Блок локомотива. И опять Лызик. Поймайте еще Марка Иовича на подаче. Да, я тоже хотел бы об этом сказать. У него подача-то сегодня... Ох, какие горячие. Сокращает сейчас, да, укорачивает в данном эпизоде. И блок локомотива играет, опять же, весьма здорово. Там касание сетки, мне кажется, в большей степени сейчас могут посмотреть гости. Зрители у нас уже аплодируют, но мы ничего пока не видим. Нет. Смотри, какая здесь ситуация, а? Матч был у локомотива 24-22. Ты сегодня ждал три мяча подряд в концовке встречи. Давай посмотрим, будет или нет. Марка Иович, и, надеюсь, уже без таких... Нет, уже без таких определенных заступов. Но это сетбол локомотива. То есть это эйс локомотива. Но я думаю, повтор еще возьмет все-таки Песковский. Давайте подождем. Зачастую он берет повторы. Нет, не берет. Смотри, какая удивительная ситуация. Эйс Марка Иовича. И 25-22 у нас получается сегодня три сета под копирку. Вот эта третья партия. Это как раз и есть отражение всей в целом игры. Равная игра до концовки. До счета 20-21. И потом вот серия ошибок, либо серия успешных действий. И, как мы видели, это блок Лызика, подача Марка Иовича. Опять же, Лызик в атаке. Приводит к тому, что вот... Не скажу, что прям с суперпереимуществом, да. Но, тем не менее, с таким запасом прочности выиграны все три партии. Продолжение следует...